Всем привет, ребят! С вами Карина, и это династия Марлоу. Ну что, мы с вами продолжаем играть, и у нас с вами начинается достаточно интересный и серьезный период нашей жизни, потому что мы будем поступать в университет. Благо, наш будущий университет находится совсем рядышком, а именно прямо вот здесь. Что у меня с ним случилось? Очень странно. Да, мы с вами его строим на стриме. Ладно, он еще у нас на стадии достройки, так сказать. Он уже практически достроился. И дело в том, что нам нужно уже будет в него поступать. Мы тут уже, я так смотрю, общаемся с Тони. Ну ладно, пусть общаются. Итак, нам с вами нужно сделать что-то типа вступительных экзаменов. Но мы с вами, можно сказать, уже поступили, потому что нам нужно было развить три навыка до второго уровня. У нас такие навыки есть, без разницы какие. Хотя бы три навыка, потому что нам нужно будет поступить на какой-то факультет. Пока что мы еще не знаем, куда мы поступаем. Но самое главное, что мы уже имеем возможность поступить, и мы знаем, что мы поступим. Вот, но все-таки результаты нам придут с вами завтра, и завтра, ну, завтра, точнее, уже в следующей серии. Вот, мы узнаем, поступили мы точно или нет. И уже там выберем себе, собственно, факультет. Ну, или же в этой серии. Ну, а в этой серии я также хочу еще и потусить, потому что мы с вами уже давненько не тусили. И нам бы еще заработать денег, потому что денег у нас с вами совсем нету. Но ничего, у нас с вами завтра пятница. Это значит, что у нас последний рабочий день, и в субботу у нас уже выходной. То есть, завтра вечером мы с вами будем именно тусоваться. Это замечательно. Что мы с вами готовим? Мы с вами готовим сосиски с фасолью. У нас здесь опять все-таки сломалось, но ничего страшного. Вот, у нас с вами осень, уже скоро будет зима. Да, осталось всего лишь два денечка. Поэтому такие вот дела. И на выходных я обещала, что мы съездим в гости к родителям. Мне очень нравится осеннее Сан-Мишуна. Все выглядит очень круто. Прям вот листья, такая вот атмосфера осенней. Это просто что-то с чем-то. Да, поэтому мы с вами в этой серии отправимся в клуб. Наконец-то потусуемся. Вон, Тони там с чем-то с нами разговаривает. Он что-то засмущался, по-моему, что случилось. Ну ладно, не суть. Давай мы с тобой покушаем, Даниэль, потому что нужно поесть. Потом мы с тобой починим нашу кофемашину, потому что утром, я думаю, что мы будем пить кофе. А с кем Тони разговаривает? Можно вопрос? Меня немного напрягает, потому что он стоит и, по-моему, сам с собой трендит. Это очень-очень странно. Ну ладно, пусть разговаривает, мы со мной на него внимания обращать не будем. Я думаю, что отправимся тусоваться мы где-нибудь либо в Сан-Мишу на какой-нибудь клубешник, либо поедем в какой-нибудь соседний город, например, в Инденбург. Я, кстати говоря, вижу Кейт, которая куда-то идет, и мне кажется, что она потолстела, нет? Мне кажется, что, да, немножечко она прибавила в весе. Ну да ладно, как бы это ее дело в любом случае. Вот, и мы с вами еще можем пособирать сходить шары, плакаты, чтобы продать это все дело коллекционерам и, собственно, позаработать денежек. Мы с вами отправимся тусоваться с нашими друзьями, новыми друзьями. Это у нас, естественно, Тони. Это у нас Джон. Это, так, Эми у нас, это старая наша знакомая. Фиона и... А кто-то же еще был, разве нет? Они же вчетвером там живут, стопэ, в смысле? Фиона, Тони, Джонафет, а еще кто-то был же, нет? Мы же знакомились, по-моему. А, подождите, Эми и Эмми. А, ну, прекрасно. Просто два имени, написанные разными, разными этими буквами. Классно. Замечательно, знаешь, мы еще и с Эми отправимся. Окей, все. Я уже все совсем забыла. Но ничего страшного. Мы не будем звать, тусоваться с нами Кейт и другую Эми, потому что они не знают этих ребят, а мы сами-сами их пригласим. Мы уже, наверное, даже их пригласили. Хотя нет, давайте мы немножечко попозже им предложим сходить в клуб. Поэтому да. Тебе еще плохо, ужасно? Ну ладно, тебе осталось, наверное, чуть-чуть. Я думаю, у тебя, наверное, уже все заканчивается. Я надеюсь, по крайней мере, потому что когда Даниэль себя плохо чувствует, это, конечно же, ужасно. Поэтому да. Я надеюсь, что мы нормально потусуемся. Там с нами ничего не приключится, как это было на первой нашей вечеринке. Мы за вас сходили потусить с новыми друзьями. Ну, на самом-то деле, Даниэль как-то не держит обиды на Кейт и Эми, потому что они просто позвали ее на вечеринке. Они не отвечают за последствия, которые с нами приключились. Поэтому да. Мы со мной не обижаемся ни капельки. Ну что, мы с вами сейчас чиним эту самую кофемашину и отправляемся на улицу. Что-нибудь пособираем, попродаем коллекционерам различным. Ну и, собственно, потом мы уже будем, наверное, потихоньку ложиться спать. Надо с этой работы выспаться вообще на самом-то деле. После работы, наверное, еще немножко последствия. С каких мы работаем? До трех? До трех, да. Все окей. Нам бы еще, конечно, поразвивать навыки, чтобы получить повышение, потому что, сами понимаете, дело такое. Деньги-то нам нужны в любом случае. Ладно, давайте мы с вами отправимся уже на улицу и будем искать все, что мы можем пособирать и потом это попродавать. Вот. Мы как только с вами соберем, мы сразу типа выставим это все на продажу и думаем, что уже ночью у нас с вами все это дело, естественно, купят. Ну, конечно, что мы с вами придумываем, но ничего страшного. Добавляем реализма, так сказать. Вот. Вот. Вот такие классные вообще магазины, вот такие вот типа стоят, наверное, какая-то выпечка, различные вот эти вот листья, которые лежат на земле. Так классно, что прям вообще, ну, какой-то Александр Цветковый звонит, который забагался что-то. Ну, нам без разницы, главное, что не мы такие. Вот. И нам, скорее всего, скоро нужно будет уже разгрузить... А что это такое? Вы видели, да? Какой-то зеленый поезд там появляется. Можно посмотреть как-то поближе? Где? Я в каком-то доме, что ли? Господи. Дайте я отсюда выйду-то. Это очень странно. Вон я его вижу. А что это такое? Подожди. А что с тобой? Что это такое, мне интересно? Нужно будет, наверное, как-то поменять одежду. Ну, да, я и хотела сказать, что нам нужно будет уже завтра как-нибудь после вечеринки, скорее всего, или передней. Наверное, после я это все дело сделаю. Мы разберем гардероб, и у Даниэля появятся какие-то новые вещи. Подожди, у нас разве не было еще одного нового наряда, нет? Нет, у нас нет еще одного наряда. Ну, окей, ладно. Разберем вещи и, собственно, уже там приоденемся более-менее нормально, потому что мы уже достаточно долгое время ходим в одной и той же одежде. А где наш дом? Дом где? Где мой дом? Ага, все. Ой, так, сегодня красиво, я прям не могу. Очень круто. Я, правда, даже зафотографирую. Очень красиво, мне прям очень нравится. Да, ну что, Даниэль, давай мы, наверное, будем отправляться домой. Пойдем домой, наверное. Нам что-то нужно обаяние, значит, репетировать речь нужно. Хорошо. У нас Джон выносит монстр. Надо вообще с ним пообщаться, потому что у нас с ним немножко плохие отношения. Мне это не особо нравится. Так что, такие вот дела. Давай развивай свою новую, хотя бы до второго дойдем, потому что нам нужно получать повышение потихоньку и стараться зарабатывать больше денег. Вообще, я не знаю, как бы это основная работа или нет, она еще сама не определилась, но в любом случае мы уже нашли какую-то работу, и мне это прям очень нравится, я прям довольна этим. Так что, да, нужно копить деньги на нормальную квартиру, или хотя бы, чтобы эту квартиру как-то отремонтировать, или хотя бы вещи там свои разгрузить. Ну, конечно, для этого деньги не нужны, но все-таки, все-таки, да. Красиво у нас сегодня, вообще прям замечательно. Мы с вами ряжем спать, наверное, часов в 10. Я думаю, давайте пока что перемотаем, пока Даниэль все равно у нас изучает навык. Ничего особо такого интересного не происходит. Вот, я вон там кого-то вижу. Вот у нас Фиона вышла, разогрузила все и пошла. Что-то там повесила или наоборот взяла. Ну ладно, у нас Даниэль все равно себя достаточно плохо чувствует, но сейчас вроде бы все будет хорошо у нее. Какой ключ? В смысле, какой ключ? Я тебе не давала ключ, простите. Извините. А где ключ? Я не давала тебе ключ, подожди, что за бред? Он у меня его спер, что ли, или что? Чуть ничего не поняла. Это, пожалуйста, верни мне. Это моя еда. Тони, я, конечно, все понимаю. Да, мы соседи, возможно, ты хочешь с нами хорошо пообщаться. Ну да, выгонять нас и, собственно, уже туалетом. Очень круто. Тони, давай, наверное, иди уже домой, потому что, как бы, мы хотим еще принять душ и лечь спать. Как бы, да. Поэтому, прости, но тебе придется уйти. Поэтому, да, давай, уходим мы с тобой. Или, кстати говоря, мы можем отправиться, в принципе, в субботу на вечеринку. Смотря на то, как сейчас серия пойдет. Вот, если я его попробую растянуть, то значит завтра, окей. Так, ну что? Все, мы ложимся спать уже потихоньку, да? А, у нее третий уже уровень. То есть мы с вами получим комедии или пакости. Ёки-палки, а что я развиваются сижу? Вот это я молодец. Вот это я просто красава. Ой, комедии или пакости. Нам нужно туда какую-то библиотеку, что ли, поехать будет. Ну нет, ну реально. Это такое себе. Вообще, у тебя все нормально с настроением, да? Все, ты больше не болеешь. Это замечательно. То есть ты болела, тебе нужно было бы оставаться дома. Это такое себе, да. Это прям вообще. Ну ладно, давай, принимай душ. Ложись спать уже потихоньку. Или можешь в компе посидеть. Или вообще позвони кому-нибудь. Позвони Кевину. Спроси, как у него дела. Скажи, что мы завтра приедем. Точнее, послезавтра. Как раз таки мы приедем к родителям. И мы уже оттуда узнаем результаты поступления. Поступили ли мы в колледж. Ну, в университет, точнее. Или же нет. Вот. И выберем уже себе, собственно, факультет. Какие занятия мы будем с вами изучать. Точнее, навыки изучать, не занятия. Вот. Поэтому, да, у нас сегодня такой очень важный этап в жизни начинается. Плюс мы еще работаем. Но думаю, что работу придется некоторое время оставить. Мы либо уволимся, либо будем постоянно работать из дома. Скорее всего, просто работать из дома. Что это такое? А что на тебе такое это? Одета-то, я не понимаю. Дружище. Очень странно все это. По-моему, она Матом только что сказала по-английски одно слово. Но, возможно, мне показалось. Все возможно, да. Нам еще нужно будет выбрать клуб, в который мы с вами отправимся. Да, конечно, в университете у нее жизнь будет кипеть. Вот прям вообще, ребята. Потому что там будут новые знакомые. Кто-то еще новый. Что-то вообще будет другое происходить в нашей жизни. Мне все будет очень интересно. Все-таки это не первый раз пойдет в колледж. Она до этого... Ну, она только в школе училась, получается, да. Вот, выпустилась. Ей нужно теперь поступать. Она же еще девочка молодая. Ей буквально там 19, максимум 20 лет. Представим, что Сима поступала в университет намного позже, чем обычные люди. Почему бы нет? Это все равно игра как-то, да. Вот, поэтому такие вот дела. О, у нас сегодня очень холодно. У нас термостата даже нету, да? Это на самом деле печально, потому что, ну, как бы замерзать-то особо не хочется. Я случайно нажала на это. Что с тобой? Усталость? В смысле? У тебя же все закончилось, нет? У тебя еще один день? Блин, Даниэль, ты меня разочароваешь немного. Мне это не нравится. Давай, просыпаемся, идем заниматься своими утренними делами. У нас даже пицца есть. Ой-ой-ой, подожди, мы же забыли продать. Вот это все мы продаем. Типа, у нас ночью купил этот коллекционер. Поэтому давайте продадим. Потому что, мало ли, еще счета там скоро придут. Это будет, конечно, ужасно. И фейерверк продадим, да, все замечательно. Давай, там, ходи, смотри, мы на тебя смотреть не будем. Я уже, если честно, очень сильно хочу зиму. Потому что зима, это просто. Я в Симсе прямо это очень дело все люблю. Ну, получается, мы с вами уже зимой пойдем в университет. О, нам еще и деньги заплатили. А, да, мы же с вами работали из дома. Точняк. Мы же тогда не ходили на работу, потому что мы болели. И выбрали себе работу из дома. Вот, поэтому такие вот дела. Потихоньку жизнь у нас налаживается. Я думаю, наша Даниэль потихоньку забывает о всех проблемах, что у нее были. А эти проблемы под названием «Кое-какой мальчик, с которым у нее кое-что произошло». Она уже об этом старается не думать. Тем более, Кевин как-то нам порекомендовал об этом забыть. Так, я хотела этих гномов убрать. Потому что они мне вообще не нужны. Продавать мы их не будем, потому что будет типа нечестно. Вот. Потом давай, принимай душ, пожалуйста, побыстрее. И, собственно, иди кушай. Слушай, ты, по-моему, не успеешь, Даниэль. Это так не кажется, нет? Даниэль! Пожалуйста, ешь быстрее. Ладно, чуть-чуть опоздаем. Уж так лучше быть. Окей. Ужасный праздник. Ой, тебе не все равно на эти праздники, Даниэль, а? Ты уже на глаз минут опаздываешь. Мне кажется, тебя сейчас начальник убьет. Не будешь доедать, да? Хорошо. Ну что, давайте. Где вражда? Даниэль набирает подписчиков в сети, но дело движется медленно. Она раздумывает над идеями, как привлечь к себе больше внимания, когда ей в голову приходит гениальная идея. Все обожают сплетничать о звездной вражде, верно? А что, если Даниэль сможет столкнуть двух знаменитостей и начать между ними войну? Эта сомнительная в моральном плане и совершенно меркантильная идея ей очень нравится. Встанет ли Даниэль нападать на знаменитость в сети, чтобы тоже добиться известности? Нам не нужна известность? Нет. Мы не будем, потому что я не хочу ни с кем враждовать. И поэтому, да. Вот. Такие вот дела. Вот. Хорошо, а к тому те дела продвигаются... А что там пришло к нам? Что мы заказывали? А где наш почтовый ящик? Не понял. По-моему, ничего не пришло. Окей, мы с вами, в общем-то, вернулись с работы. Давайте мы, наверное, сходим быстренько в туалет. Вот. И нам вообще выбрать новую одежду, как бы. Но все-таки, я думаю, что это будет потом, потому что мы сейчас, наверное, очень много времени на это все убухаем. И это будет такое себе. Поэтому, да. Вот. Так, ну что, давай мы с тобой уходим в туалет. Наверное, докушаем вот это вот дело. У нас там что-то воняет. Пытаться починить. О, это такое себе сейчас будет. Это будет прям вообще такое себе. Давай, доедай быстрее, а то это все под дело пропадет. Пойдем посмотрим быстренько телевизор и будем уже потихоньку отправляться в клуб. Нормально, поели, да, Даниэль? Вообще прям суперски, скажи, да? Я просто объелась, скажи, прям просто досыта. Давай посмотрим немножко телевизором, посмотрим, что вообще здесь происходит в мире. Вот. Интересно, кто вообще у нас поступит с нами. Возможно, там уедут наши знакомые. Понятное дело, что в любом случае будут какие-то новые люди, которых мы с вами еще не знаем. Я надеюсь, что у нас получится с ними познакомиться. Прям очень надеюсь. Что здесь за еда такая? Колбаски, мергес, брошетки, тажин. Интересно, что за еда такая? Здесь только можно овощи и фрукты, да, купить? Окей. Вообще, я вот так смотрю на Даниэль и думаю, что ей стоит идти на какой-то музыкальный факультет. Ну, по крайней мере, она может попробовать себя, а потом уже там куда-нибудь в другое место перевестись, так сказать. Ну, на другой факультет, точнее, если быть. Вот. В любом случае, нам нужно будет еще составлять расписание пар, которые у нее будут каждый день. Вот. Поэтому такие вот дела. Да-да-да. Так, ну что? Ну что, дружище? Смотрим мы с тобой. Давай, наверное, уже заканчивать. Быстренько помоем тарелочку. Наверное, попробуем починить все это дело, потому что мне этот запах вообще не нужен в квартире. Как это убрать? Как? Вот. Попытаться починить. Тони, я понимаю, что ты бесслушна, но мне как-то хватило вчерашней твоей наглости, когда ты зашел к нам, решил обмануть нас, что у тебя типа есть ключ. А еще у нас здесь нет света. Классно. Замечательно. Давай мы немножечко подремлим. Что это такое? Купить миску для еды. У нас питомцев-то нету. В смысле? А, ну, хозяйка-то, наверное, от бабла имеется в виду. Бабл, да? Бабл же у нас, правильно? Да, бабл. Ну что, мы с тобой сейчас, наверное, спим и часов в семь начинаем собираться. И где-то примерно в восемь мы уже будем отправляться. Ну, давай, да, вот так вот сделаем. Примем душ, переоденемся, начнем собираться. Возьмем наших друзей, нашу компанию и, собственно, будем отправляться. Вот, потом давай, иди. Делай там что-нибудь, свои дела какие-то. Мойся. И будем переодеваться. И также будем как-нибудь прихорашиваться. Ну, как бы мы не для того прихорашиваться, чтобы там кого-то себе найти. А просто для того, чтобы хорошо выглядеть. Как бы Даниэль сейчас не нуждается особо в парне. Она об этом особо не думает. Она сейчас больше думает об учебе. И она понимает, что, да, ей нужно сейчас подготовиться. Что начинается достаточно сложный момент в жизни. Вот, пока что я не знаю, сколько она будет учиться. Мы учиться будем, я думаю, не каждый день. Потому что, скорее всего, у нас одна серия будет являться одним учебным днем. Поэтому такие вот дела. Пока я еще точно не решила. Мне еще нужно будет сделать расписание пар. И вообще достроить до конца этот университет. Потому что там еще не все готово к нашему приходу, так сказать. Поэтому такие вот дела. Ну что, ты у нас помылась, переодевайся. Соберись с мыслями, освежись. И будем потихоньку выдвигаться. Соберем нашу компанию, наших новых веселых друзей. И отправимся в клуб. Посмотрим еще, какой клуб вообще выбрать. Потому что я еще даже не определилась. Я надеюсь, что ты останешься в этой одежде, которая тебе выбрала, а не переоденешься. Вообще, она такая смотненькая, как вы видите. Красавица просто. Молодец. О, там еще и засор появился. Джон, давай, наверное, убирай его. О, да, молодец. Давай, давай, сможешь. Мне немного тяжело. И что в итоге? Все получится, я надеюсь? Да, молодец, молодец. Прям красава. Умничка. Так, ну что, мы с тобой давай прихорашиваемся. Вот запудренный носик. Ну ты просто красотка, Даниэль. Ну что ты прям это? Так смотрит на себя, типа, думаю, все-таки я красотка, я или же нет? Мы говорим тебе, что да. Ну просто посмотрите на это, Личко. Давай, решай загрузить, пожалуйста, быстренько. Потому что я хочу зафоткать Даниэль. Да, конечно, мы фотографируемся в туалете, но думаю, что ничего страшного в этом нету. Вот. И, наверное, нужно будет как-нибудь, знаете, себя зафоткать. Хотя бы там на телефон. И как-то повесить эту фотографию. Давай только, наверное, не в туалете мы это дело сделаем. Иди, пожалуйста, вот сюда вот. Где у нас это дело-то есть? Сфотографировать. А, нет, подожди, ты можешь себя зафоткать-то? Стоп. Стоп. Сделать селфи. Ну так, получается, ты... А, нет, все получится, да? Окей, все, хорошо. Давай сделаем с тобой несколько фотографий, потому что у них в первого раза бывает у нас все это дело появляется. Итак, давай посмотрим твои фотографии, какие у нас получились вообще. И повесим пока что, наверное, вот сюда вот. Да, в принципе, норм фотка. Давайте добавим какую-нибудь желтую рамочку. Пусть это такая вот фотография у нас красивая. И, собственно, давайте отправляться. Посмотрим, в какой клуб мы с вами сегодня направимся. Я даже не хочу в какой-то караоке-клуб. Может быть, просто вот прям нормальный такой клуб. А это в Винденбурге. Вот нужно идти прямо туда. Вот я прям уверена. Давай с ним загружайся. Сюда мы точно не пойдем. Это у нас караоке-бар. И здесь у нас опять-таки караоке-бар. То есть все, вариантов других нет. Поэтому мы с вами поедем на такси, наверное, с нашими друзьями. Отправимся в Пан-Европу. Мне очень нравится этот клуб. Мы берем Фиону, Джона, Эмми и Тони. И отправляемся тусоваться. Тусоваться, я думаю, мы будем достаточно долго. Нам все равно без разницы, когда мы пойдем к родителям. Я думаю, мы поедем либо на автобусе, либо на такси. Но на такси, я думаю, слишком дорого. На автобусе будет подешевле. Все-таки они живут у нас... Кстати говоря, они живут в Винденбурге. Это я молодец. Ну ладно. Итак, мы с вами в компании. Поэтому пойдемте начнем тусить. Давайте потанцуем вместе. Я хочу сделать потише. Я вот так вот, наверное, оставлю. Потому что иначе так очень громко. А если я среднее поставлю, то как? Опа. Это что такое? Это вампиры у нас здесь с вами уже пришли. Ну что, мы будем танцевать? Получше танцевальный навык. Окей. Панель управления спецэффект. У нас все спецэффекты. Мы же можем тебя попросить другой стиль сыграть. Да, жанр точнее. Пойдем попросим, наверное. Пойдем. Подойдем. Попросим. И будем все танцевать вместе. Давай. А можно я вас переодену, пожалуйста? Гардероб. Сменить наряд. Давай какой-нибудь тусовочный прикид мы тебе выберем. И тебе. Давай. Где ты у нас? Командный центр. Гардероб. Сменить наряд. Ну, чтобы они как-то выглядели более тусовочно. Правильно? Только как-то такое себе. Давай еще тебе. И Фионе нужно будет выбрать. Гардероб. Сменить наряд. Выбираем вот этот вот. Вот такие вот у нас тусовщики. Окей. И тебе. Гардероб. Сменить наряд. И выбираем вот такой вот. Как у нас вы выглядите все? А что ты босиком, интересно? Ну, ладно. Босиком так босиком. Ну, что? Как у тебя дела, Даниэль? Тусуемся, скажи, да? Надо ее зафоткать. Наша такая нормальная первая тусовка. Скажи, молодость, наконец-то я могу тусоваться. Давайте закажем напитки для группы. Я думаю, что мы не будем особо тратиться. Например, водка с содой. Поэтому это нормально. В принципе, 67 миллионов. У нас, благо, есть деньги. Ну, и вообще, тем более, мы позвали всех этих друзей. Поэтому мы должны заплатить все-таки. Правильно? Там что, Владиславус? Серьезно? Владиславус, ты у нас заделался в бармена, да? Интересно. Что-то цепочка там у него какая-то? Ну, ты вообще модный. Слушай, друг мой. Тоже пожилой. А ты молодой. Ты похож на пожилого, Владиславус. Ты меня пугаешь, если честно. Окей. Мы уже тем временем заказываем наши напитки. На танцполе просто тусовка прям вообще такая нормальная. Все-таки у нас модные прям, правда, вообще. Все идут уже пить. Какой-то босиком. Но ничего страшного. Можно, наверное, сказать босиком. Кто знает вообще. Не нам судить, так сказать. Не нам судить. Да. Я думаю, что уходить еще очень рано. Мы сейчас выпьем. Мы закажем еду. Давайте картофель фри, наверное, закажем. У нас здесь все места не хватило. Ну да ладно. Отлично. Ну что? Твой, наверное, первый алкоголь. Хотя нет, в принципе, Даниэль и помоложе, когда была, находила тусоваться с какими-то друзьями там школьными. И она также выпивала. Ну, в принципе, это нормальный этап жизни, когда тебе еще нет совершеннолетия. Ну, точнее, ты еще несовершеннолетний, ты выходишь там где-то попивать. Ну, блин. Как бы в жизни все бывает. Поэтому, да, думаю, то, что у каждого того постичек может быть и был. Поэтому, да. Заглажи, пожалуйста, еду. Возьми картофель фри. Давай, заказывай. Что-то как-то Джонаф это иностранно смотрит. Посмотрите на его взгляд. Вы ничего не замечаете, да? Да, да. Смотрите, как они друг на друга смотрят. О май гад. А что это такое? Что-то я не понял. Я что-то не понял. А можно мне еще Даниэль как-то в фокус взять, нет? Типа она не будет фокусировать так. Вот так вот вообще нормально. Что-то они прям глаза друг к другу не сводят. Глаз, точнее, друг к другу не сводят. Ну, скажи мне, ты что, в теории у нас же Даниэль? Ну, на самом-то деле, кто в нее не втюрится? Скажите мне, пожалуйста. Давайте всех пригласим за стол. Подожди, эти сейчас тоже пойдут, что ли, или нет? Нет, наверное, только наша компания. Что вам в Деслаус не нравится? Давай вот так вот мы с тобой сделаем. Ты решила посидеть с Тони. Давай еще выпей там водка с картошкой фри. Ну, что-то такого-то, да? Думаю, что нормально, ничего страшного. Давай. Я хочу вас зафоткать. Что-то какой-то Тони у нас грустный. Вроде как бы выпиваем, вроде как бы тусим. А в итоге что-то как-то не очень хорошо себя, по-моему, чувствует. Давайте мы зафоткаем вот так вот. Такая у нас сегодня тусовочка. Ну, и, в принципе, думаю, что все сейчас у нас пройдет нормально. Мы спокойно ночью идем домой. И, в принципе, думаю, что ничего особо интересного не случится. Но кто знает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА